Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником Вознесения Господня. И хотел бы в этом видео поговорить о смысле сегодняшнего праздника, поскольку вчера мне задали вопрос, почему мы празднуем Вознесение. Ведь Господь улетел от нас на небо и, казалось бы, это расставание, разлука. Но если мы прочитаем в Евангелии от Луки описание Вознесения, то мы заметим, что там сказано, что апостолы с горы Елеон возвращались после Вознесения с великою радостью. Они не чувствовали горечь разлуки, они не чувствовали себя покинутыми, потому что Господь Иисус Христос сказал им, я с вами во все дни до скончания века. И они ощущали это незримое присутствие Господа Иисуса Христа. Вознесение Господня стало завершением Его спасительного дела, совершенного для нас. Как мы отмечаем начало этого спасительного дела Христова в празднике Рождества и даже еще ранее в празднике Благовещения, так, конечно, мы отмечаем и славное завершение этого спасительного дела, которое произошло в день Вознесения Господня. Триумфом Его было воскресение из мертвых, которое Господь совершил ради нас, чтобы показать, что Он как воскресил свое человеческое тело, так воскресит и наши тела. А в своем Вознесении Господь не просто поднимает свое человеческое тело, но через него возносит всю нашу человеческую природу на ту высоту, которая предназначена была для нее при сотворении мира. Через грехопадение Адам и Ева и последующие поколения людей низвергли человеческую природу с высоты в грязь греховную. Господь же возводит ее на более высокое место, чем даже находился Адам. В Писании сказано, что телесно Господь пребывает одесную Отца. Это показывает самую высшую степень приближения человеческой природы к Богу. Это тот путь, который Господь указал нам через свое вознесение. Как говорят святые отцы, вознесшись на небо, Христос тем самым показывает, что наша жизнь не здесь, не на земле, наши интересы не здесь. Здесь мы, по слову апостола, только странники и пришельцы, а подлинное наше жительство на небесах. И христиан ожидает не только воскресения по плоти, но и вознесения тоже, как апостол говорил, что мы будем подняты на облаке, на воздух, чтобы встретить Господа, когда Он вернется телесно, как Он обещал апостолам в день вознесения. Не напрямую, но через ангелов, которые явились тогда и сказали апостолам, что как вы видели Его ушедшим, так Он и вернется. В конце мира, как бредя в своем втором пришествии, уничтожат Антихриста и закончится эта история зла, страданий и смерти в человеческом роде. Вот это мы празднуем сегодня. Окончательное торжество и завершение спасительного дела Господня и то, что Он проложил нам путь на небо. Как Он сам сказал, что я иду приготовить место вам и затем вернусь и заберу вас, чтобы вы были там же, где и я. Ну а также Господь Иисус Христос сказал, что пока Он не вознесется, не сойдет Дух Святой. Почему именно такая последовательность должна быть, как отмечал святитель Феофан Затворник, мы не знаем, это тайна Божия. Ну раз Господь сказал, значит так оно и есть. И в действительности мы, не потеряв присутствие Господа Иисуса Христа, получили также и другого великого ходатая, утешителя Духа Святого, который очищает нас и освящает на пути, ведущем в Царствие Божие. Так что это великая радость, которую ощущали апостолы, пусть ощущается и в наших сердцах в этот день. Радость не только за Господом, но и за нас самих и за всех, кто любит Христа. С праздником!